Весной 1943 года на Советско-Германском фронте появились новые немецкие танки «Тигр» и «Танк Пантера», а затем и самоходка «Фердинанд». Вооружение новых боевых машин противника позволило им увеличить дальность эффективной борьбы с отечественными танками по сравнению с 1941 годом в 4 или 5 раз. Появление этих боевых машин на поле боя вызвало необходимость создания для Красной Армии более мощного противотанкового вооружения. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade, и сегодня мы представим вам советские самоходные установки времён Второй мировой войны. Самоходная артиллерийская установка Су-76М Установка Су-76 создана на базе лёгкого танка Т-70 как мобильное средство сопровождения пехоты. В передней части установки слева размещался водитель, а справа моторно-трансмиссионная группа. Боевое отделение с установленной в нём пушкой ЗИС-3 калибра 76,2 мм размещалось сзади. Несмотря на некоторые слабости в боевых свойствах Су-76М, машины этого типа широко использовались в боевых действиях. Имея в боекомплекте различные типы боеприпасов, Су-76М могли поражать живую силу, артиллерию и бронированные цели противника. Достаточно сказать, что подкалиберный снаряд установки с дистанцией 500 метров пробивал броню толщиной 100 мм. Самоходная артиллерийская установка поступила на вооружение лёгких самоходно-артиллерийских полков и отдельных самоходно-артиллерийских дивизионов в 1944 году. Когда производство бронетанковой техники в Советском Союзе достигло своего максимума, выпуск Су-76 составлял около 25% всего производства боевых гусеничных машин. Противотанковая самоходно-артиллерийская установка Су-76И В числе трофеев Красной Армии насчитывалось значительное количество исправных и боеспособных немецких танков Т-3 и Т-4. Поэтому в 1942 году было принято решение разработать на их базе самоходно-артиллерийские установки, вооружённые советскими пушками ЗИС-3 калибра 76,2 мм. Самоходная установка Су-76И имела следующую компоновку. Моторно-трансмиссионное отделение находилось сзади, а спереди была смонтирована боевая рубка с установленным в нём орудием. Механик-водитель располагался слева от орудия. Для наблюдения за полем боя командир имел башенку со смотровыми приборами. На самоходной установке устанавливались телескопические и панорамные прицелы, радиостанция и танковое переговорное устройство. Всего за время войны было выпущено около 1200 самоходных установок Су-76И. Штурмовая самоходно-артиллерийская установка Су-122 Самоходная установка была разработана рекордно быстро. В октябре 1942 года Государственный комитет обороны постановил начать работы по созданию на базе танка Т-34 самоходной установки со 122-мм гаубицей М-30 образца 1938 года. А с декабря она уже была принята на вооружение Красной Армии и к производству. Су-122 предназначалась для поддержки и сопровождения танков. Она поступила на вооружение самоходно-артиллерийских полков. Конструктивно самоходная установка представляла собой шасси танка Т-34, отделение управления и боевое отделение которого занимала закрытой со всех сторон бронёй рубка. В рубке была смонтирована качающаяся часть полевой гаубицы М-30. Для защиты противооткатных устройств гаубицы использована выступающая вперёд и качающаяся вместе с орудием массивная бронированная маска. Приборы управления огнём позволяли вести стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Боекомплект гаубицы включал осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды. Последние пробивали броню толщиной 100 мм. На самоходной установке монтировались радиостанция, а также танковое переговорное устройство. Самоходная установка обладала вполне удовлетворительными боевыми характеристиками, но скорострельность её была невысока. Она выпускалась с 1942 по 1943 годы. Всего было выпущено 638 машин. Средняя самоходная артиллерийская установка Су-85 Опыт использования установок Су-122 показал, что для выполнения задач сопровождения и поддержки огнём танков, пехоты и кавалерии, они обладают слишком низкой скорострельностью. Войскам требовалась установка, вооружённая более скорострельной артиллерийской системой. Такой установкой стала Су-85, созданная на базе танка Т-34 и вооружённая 85-мм пушкой Д-5С-85. Установка была принята на вооружение в 1943 году и выпускалась до 1944 года, когда её сменила в производстве более мощная Су-100. По компоновке Су-85 была аналогична Су-122. Моторно-трансмиссионное отделение расположено в задней части корпуса, а бронированная со всех сторон рубка с установленной в ней пушкой – передней и средней части. Самоходная установка предназначалась главным образом для стрельбы прямой наводкой с коротких остановок. Вместе с тем для введения огня с закрытых позиций она оборудовалась панорамным прицелом. На установке монтировались радиостанция и танковое переговорное устройство. Самоходки Су-85 поступали на вооружение отдельных самоходно-артиллерийских полков и широко использовались в сражениях Великой Отечественной войны. Всего промышленность выпустила 2329 машин этого типа. Самоходная артиллерийская установка Су-100 В связи с появлением у противника танков со всё более мощной бронёй, было принято решение создать на базе танка Т-34 более мощную, чем Су-85, самоходную артиллерийскую установку. В 1944 году такая установка была принята на вооружение под названием Су-100. Вооружение состояло из 100-мм пушки Д-10С, установленной в рубке такой же конструкции, что и рубка Су-85. Отличие заключалось лишь в установке на Су-100 справа-спереди командирской башенке с приборами наблюдения за полем боя. Выбор пушки для самоходной установки оказался весьма удачным. В ней прекрасно сочетались скорострельность, дальнобойность и меткость. Она прекрасно подходила для борьбы с танками противника. Её бронебойный снаряд с дистанцией 1000 метров пробивал броню толщиной 160 мм. Так же, как и на Су-85, на Су-100 устанавливались танковые и артиллерийские панорамные прицелы, радиостанция и танковое переговорное устройство. Самоходная установка Су-100 выпускалась с 1944 по 1947 годы, а за время Великой Отечественной войны было выпущено 2495 установок. Самоходная артиллерийская установка ИСУ-122 Самоходная установка ИСУ-122 создана на базе танка ИС-1. В боевой рубке устанавливалась качающаяся часть 122-мм полевой пушки А-19 образца 1937 года. Пушка крепилась на станке со смещением вправо от продольной оси корпуса. Пушка А-19 имела относительно невысокую скорострельность – 2,2 выстрела в минуту. Поэтому, когда была создана 122-мм танковая пушка Д-25 с клиновым полуавтоматическим затвором и скорострельностью 3 выстрела в минуту, выпуск самоходной установки продолжили с этой пушкой. Модифицированная установка получила название ИСУ-122С. Внешне она отличалась от своей предшественницы наличием дульного тормоза и маской меньших размеров. Для защиты от нападения с воздуха самоходная установка была вооружена крупнокалиберным зенитным пулемётом. Для управления огнём на установке монтировались телескопические и панорамные прицелы. В качестве средств связи использовались радиостанция и танковое переговорное устройство. Всего за время войны было выпущено 4030 самоходных установок на базе танка ИС. Тяжёлая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 Самоходно-артиллерийская установка принята на вооружение и запущена в производстве в феврале 1943 года. Своеобразным рекордом является то, что на её проектирование и изготовление опытного образца было затрачено всего 25 суток. Установка была создана на базе тяжёлого танка КВ-1С. При этом качающуюся часть мощной 152-мм пушки Гаубицы МЛ-20 практически без изменений установили в раму станок. Боевое крещение самоходно-артиллерийской установки СУ-152 получили на Курской дуге. Их появление на поле боя было для немецких танкистов полной неожиданностью. Эти самоходные установки прекрасно проявили себя в единоборстве с немецкими танками «Тигр» и «Пантера». Их почти 50-килограммовые бронебойные снаряды не только пробивали броню вражеских машин, но и срывали с них башни. За это фронтовики с любовью называли её «зверобой». Самоходно-артиллерийская установка выпускалась серийно с февраля до декабря 1943 года. Всего было изготовлено 670 СУ-152. Тяжёлая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 В конце 1943 года в связи со снятием с производства танка КВ-1С, на базе которого выпускалась тяжёлая СУ-152, стал вопрос о продолжении выпуска тяжёлых самоходок со 152,4-мм пушкой-гаубицей на базе нового тяжёлого танка ИС-1. Учитывая опыт, накопленный при создании и производстве СУ-152, новую самоходную установку создали в весьма короткие сроки, и уже до конца 1943 года, получившие название ИСУ-152, новые самоходные установки начали поступать на фронт. Как и у СУ-152, у новой самоходной артиллерийской установки пушка-гаубица смонтирована со смещением вправо в боевой рубке, расположенной в передней части шасси. Выступающие вперёд противооткатные устройства орудия, прикрытые массивной броневой маской. На крыше боевой рубки монтировалась турельная установка крупнокалиберного зенитного пулемёта. Для управления огнём использовались телескопические и артиллерийские панорамные прицелы, обеспечивающие ведение стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. В 1944-45 годах в Красной Армии уже появилось достаточное количество специализированных истребителей танков, поэтому боевые столкновения ИСУ-152 с вражеской бронетехникой были уже не такими частыми, как у СУ-152 в 1943 году, когда последняя была единственным советским мощным противотанковым средством. ИСУ-152 постарались больше использовать в качестве штурмового орудия, поскольку её огневая мощь существенно превосходила любые другие советские танки ИСАУ. Всего за время войны было выпущено 2825 установок ИСУ-152. На этом у нас всё. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Субтитры создавал DimaTorzok